Борис Николаевич Ливанов был артистом от Бога, любимый ученик Станиславского, один из первых лауреатов Сталинской премии, обладатель тонких манер и вельможного голоса. У него таланта на четверых, говорил о Ливанове Немирович Данченко. Борис Ливанов родился в Москве 8 мая 1904 года. Отец Николай Александрович Ливанов выступал под сценическим псевдонимом Извольский. В молодости являлся актером провинциальных театров. С 1905 года выступал на подмостках Московского театра Струйского. В 1947 году Николаю присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Мать будущего актера – Надежда Сергеевна Шутинская-Ливанова. У Бориса была сестра Ирина, ставшая впоследствии актрисой опереты. Девушка имела успех в музыкальных театрах Иркутска, Свердловска и Ростова. В 16 лет Борис ушел служить, но был отчислен, когда выяснил самостоящий возраст молодого человека. С 1922 по 1924 учился в 4-й студии МХАТ у Николая Васильевича Демидова. После окончания учебы принят в Московский художественный академический театр актером. Одной из первых ролей стал образ князя Шаховского в спектакле «Царь Федор Иоаннович». Первые годы Борис задействован в постановках «Отелла», «Уврат царства» и других. Уже в начале 30-х годов стал ведущим актером ХАТа. Играл главные роли в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро» в «Мертвых душах». Билеты на спектакли с Ливановым раскупались в первые часы продаж. Толпы поклонниц караули Бориса у выхода из ХАТа. Актер олицетворял культ личности, блестящей и талантливой. Главным качеством Ливанова критики-режиссеры считали достоверность. Каждый созданный образ был словно сшит по Борису. Ливанова можно назвать любимчиком Сталина. Вождь осыпал Бориса орденами и званиями. У актера было 5 сталинских премий. Количество не было рекордным. К примеру, авиаконструктор Сергей Ильюшин получал награду 7 раз. Но вот из актеров Иосиф Виссарионович так отмечал немногих. Несмотря на это, однажды Сталин запретил спектакль с участием Ливанова «Гамлета», где Борис выступал в образе главного героя. Судя по воспоминаниям, произошло это по причине того, что Ливанов не состоял в партии. Творческая биография в кино началась в 1924 году с короткометражной ленты режиссера Юрия Желябужского «Морозка». В 1927 году Борис снялся в роли министра Терещенко в немом художественном фильме «Эйзенштейна. Октябрь». Известность Ливанову принесла главная роль в экранизации одноименной повести «Дубровский», которая вышла в 1936 году. Удавались Борису роли легендарных русских мужчин. К примеру, князь Потемкин в ленте «Адмирал Ушаков», командир «Руднев» в крейсере «Варяг». В 1945 году на экраны вышел художественный фильм-спектакль «Без вины виноватые» по одноименной комедии Александра Островского, где Ливанов исполнил роль губернского чиновника Григория Львовича Мурова. Партнерами по съемочной площадке Бориса стали известные актеры Алла Тарасова, Виктор Станицын, Ольга Викланд и другие. Ливанов блестяще воплощал не только положительных, но и отрицательных персонажей. Яркий образ белогвардейского генерала Мамонтова в Оле Кадундичи. Роль небольшая, но одна из самых запоминающихся в картине. В 1950-х годах Борис Ливанов пробовал себя в качестве режиссера. На сцене родного МХАТа поставил спектакль «Чайка». В 1970 году Борис должен был занять пост руководителя Московского художественного театра имени Чехова. Но труппа за спиной Ливанова потребовала у вышестоящего руководства взять на должность Олега Ефремова. Борис тяжело переживал это событие. Супруга Бориса Ливанова Евгения Казимировна по национальности полячка, одна из первых московских красавиц того времени. От первого брака с итальянцем у нее росла дочь Наталья, от брака с Ливановым сын Василий. Последний вспоминал, что родителям часто завидовали. Маме за то, что у нее именитый муж, папе, что у него красивая жена. Будущие супруги познакомились на ужине после спектакля с участием Ливанова. Сын Василий рассказывал это вспоминание друзей Бориса. До встречи с мамой отец женился часто, примерно раз в три месяца. Встретив очередную судьбу, уверял окружающих, что любовь навсегда. Но серьезные отношения смогла с ним построить только Евгения. Жить вместе пара начала в 1934 году, расписались спустя четверть века. Семья была дружной, в дом постоянно приходили гости, часто известные. Борис Пастернак, Александр Довженко, художник Петр Кончаловский. Сын Бориса, Василий Ливанов, продолжил династию, став известным российским актером театра и кино. Отец не поддерживал желание сына идти по его стопам. Борис боялся фамильной инерции. Дед актер, отец актер. Ливанов-старший переживал, что способностей у Василия не хватит. Однако беспокоился Ливанов-старший зря. В 1979 году на экраны вышла премьера детективной телевизионной ленты «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство». После этой роли Василий проснулся знаменитым. Ранее, в 1960 году, отец и сын работали на одной съемочной площадке в фильме «Слепой музыкант». Одного из внуков народного артиста Советского Союза назвали в честь именитого дедушки Борисом. Он появился через два года после смерти Ливанова-старшего. В 2009 году в семье произошла трагедия. Внука Ливанова обвинили в убийстве. Родителям удалось переквалифицировать статью на более мягкую. Борис получил 8 лет колонии. В 2014 году внук Бориса Ливанова освобожден по УДО. В 2017 году в СМИ стало известно, что бывший заключенный намеревается жениться на актрисе Марии Голубкиной. Новый 2018 год они отметили вместе. Встречается ли пара сейчас – неизвестно. Борис Ливанов скончался 22 сентября 1972 года. По другим данным, 23 октября того же года. Причина смерти – сердечная недостаточность. Похоронен на участке номер 2 Новодевичьего кладбища. На доме номер 6 по улице Тверская, где актер жил с 1938 года, установлена мемориальная доска. Продолжение следует... Продолжение следует...